Добрый день, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на обзор от Паблита. Сегодня у нас очередной интересный гость. Это фонарь от известной фирмы Люментоп, который позиционируется как тактический TD-16. Давайте познакомимся с ним поближе. В качественной коробке из матового картона с инструкциями. Пришел этот фонарь. Внутри в прозрачном блистере находится инструкция, чехол, Собственно, фонарь Темляк Длинный, прошу заметить. Это, кстати, большой плюс. Мне нравится носить фонарь не на руке, а на шее. Этот темляк позволяет это делать. Две резиновые прокладки, накладка на кнопку. Итак, давайте приступим ближе. Собственно, фонарь. Фонарь, кстати, достаточно увесистый. Надежный и прочный. Это видно с первого раза, когда ты берешь его в руки. Итак, Головная часть фонаря. Стальной безель, которым можно пользоваться спокойно, как стеклобоем и не бояться за фонарь. Вот. Просветленное стекло с фиолетовым оттенком. Кладкий рефлектор. Вот он. Выраженные ребра жесткости, которые являются, опять же, и радиатором. Потому что фонарь у нас мощный. И порядка тысяч элемент дает нам в турборежиме. Кнопка переключения режимов. Умеренно жестко. Как бы в небольшой выемке. Что будет мешать ей включаться в кармане или в чехле. Собственно, контактная группа. Так. Поехали дальше. Корпус батарейного отсека. Толстая трубка. Мощная. В сечении сняты, как треугольник, кажется, потому что то есть три площадки, на которых нанесено метром лазерной гравировки, логотип и модель фонаря. Также в районе кнопки находится кольцо резиновое для сигарного хвата. Видите, когда его снять, мы можем снять или поставить клипсу, которая черного цвета, стальная. Закреплена там. Таким вот образом. Корпус герметизируется двумя резиновыми прокладками. Резьба анодирована. В общем, очень мощный фонарь. Кнопка. Контактная группа с подпружиненным металлическим контактом желтого цвета. Вот имеет аналогичный бизель. Крупка разборная. Но остальная часть разбирается изнутри. Бизель просто откручивается. на нем есть отверстие для темляка. В принципе, и тыльной частью кнопки можно пользоваться как стеклобоем или при самообороне. Фонарь стоит как свеча. Кнопка скрыта целиком. По поводу питания. производитель заявляет его работу от батареи формата 123. Батареи внутри не болтают. Только при совсем сильных ударах эффекта погремушки при обычной носке нет. Также мы используем 18-650 аккумуляторы мои не лезут но у меня есть специально подготовленный уже содранный очень туго идет это надо учитывать что крайне туго обычные могут не влезть. Как выглядит еще раз фонарь в сборе фонарь видите надо обратить внимание на то что аккумулятор не доходит до контактной группы и он немножечко был подвинут иначе он у меня не включался возможно с другими производителями это их проблем не будет вот и с батареями нет фонарь он светит переключение режимов включение и выключение происходит кнопка на торце кнопка длинная фонарь позволяет использовать в качестве тактического источника света переключение режимов происходит кнопка на головной части при ее удержании фонарь приходит медленный строп при дальнейших удержаниях режимы сигнальные меняются бекон соус и так далее вот при дальнейшем удержании фонарь опять включается в постоянный в основные режимы нефсигнальные переключаются так очень необычно производитель предлагает использовать земляк у него есть отдельная часть с тонким шнуром и с кольцом продеваем его через отверстие вы видите к нему уже непосредственно крепим темляк вот как это выглядит темляк длинный это удобно будет использовать на шее имеет два кортстопа вы можете отрегулировать размеры и диаметр его также благодаря большому карабину его можно быстро снять и одеть в перчатках чехол из нейлона его форма и размеры позволяют носить фонарь только головной частью вверх при этом влазит за счет резинового кольца с сигарным хватом для сигарного хвата достаточно туго также имеет видите пластмассовое кольцо благодаря которому можно использовать с карабином и петлю под ремень которая рассчитана где-то на 5 максимум 5,5 сантиметров шевину ремня закрывается на липучку липучку удерживает фонарь достаточно плотно и надежно на клапане видите также присутствует логотип фирмы производителя в руке фонарь удобен любыми хватами как только вы его берете в руку видите сразу у вас большой палец на кнопке переключения режимов или включение фонаря удобен небольшой по размеру кольцо до сеговарного хвата достаточно удобно кнопка расположена так что вы можете видеть не пальцем а основанием большого пальца включать вот это удобно вот когда вы будете пользоваться допустим при стрельбе с пистолетом если вы используете фонарь вместе оружия допустим вы стрелок практической стрельбы и стреляете упражнения в условиях затемленности в целом фонарик собран качественно светит хорошо более подробно я присмотрелся в своем обзоре читайте меня и мой блог спасибо вам за внимание всего доброго